Всем привет! Я сейчас еду на консультацию к пластическому хирургу. Кто подписан на мой инстаграм, тот еще об этом позавчера знал, но не знал лишь причину, по какой причине я туда еду. Но кто смотрит внимательно наши влоги с Машей, тут наверняка уже догадывается, почему же я хочу попасть на консультацию к нему. Это очень классный специалист, и я как-то решилась ему довериться. Хоть проблема у меня вообще не проблема, нельзя назвать проблемой. Короче, убийство Толика. Толик, кто не знает, это наш второй подбородок с Машей. Мы ему дали имя, давно-давно, еще пару лет назад, Толик. И вот как бы я не худела, хотя я не стремлюсь похудеть, я наоборот хочу набрать вес, мой Толик, он меня не оставляет, и меня это страшно бесит. Вот я все-таки решила пойти и узнать, что с этим можно сделать. Потому что я-то хочу поправиться, я хочу набрать вес, ну хотя бы еще пару, пару-тройкул килограмм. Я вешу 48, мне надо хотя бы 50-52 весить. Но как только я начинаю поправляться, мое лицо круглеет, особенно вот эта вот часть подбородок. Я потом начинаю комплексовать и выбирать ракурсы там. И Маша сейчас говорит, мама, это не твой ракурс, твой ракурс другой. Записала себе консультацию, на консультацию к пластическому хирургу. Не для того, чтобы отрезать себе второй подбородок, нет. Он просто может посмотреть на меня взглядом профессиональным и сказать, какая процедура мне подходит наиболее всего. Потому что их очень много на самом деле. Там есть какой-то и эти самые лазери, и замораживание, и уколы специальные, которые рассасывают подбородок. Ну типа жировые клетки, липолитики называются. Вот, кстати, за них я больше всего хочу узнать, потому что, мне кажется, это самый простой способ. Сделали несколько уколов, оно там опухло какое-то, там пару дней побыло и рассосалось все. И в общем, я вот так, прямо вот так хочу. К нему было непросто записаться, у него расписано все наперед очень надолго. Очень сильно ждала этого дня, потому что мне само интересно, что он мне скажет. Я проводила опрос в инстаграм, вы задавали свои вопросы к пластическому хирургу. Я самые часто задаваемые, я им тоже передам, и он, надеюсь, на них ответит. Поэтому смотрите дальше видео, и вы узнаете, возможно, что-то полезное для себя. Ну а кому не интересна такая тема, можете переключать, выключать, и скоро выйдет влог. Обычный дневной влог. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктория. Приятно. Это Павел Андреевич, пластический хирург. Я вам о нем рассказывала в своем инстаграме. Я вам уже говорила, по какой причине я пришла. Я вешу 50 килограмм, даже 48 при своем росте, 167. И как только я чуть-чуть поправляюсь, а я хочу постоянно до 52 поправиться, у меня моментально появляется второй подбородок. И вот даже сейчас у меня есть, ну то есть я видеоблогер, я себя снимаю и постоянно вижу это в карте. Меня это страшно раздражает. Да, и я стараюсь там как-то выпирать ракусы. Да, и ну в общем, как бы если есть вариант, я вот слышала про липолитики, что можно что-то уколоть, оно рассосется, раз и навсегда, и больше меня такая проблема не будет беспокоить, даже если я буду поправляться. Правда это или нет, и какие еще есть варианты, возможно, вы можете предложить. Если отслеживать, я думаю, вы можете это отследить. У родителей такая есть тема, и она под наследством передается, такая анатомия у вас. Плюс здесь еще нужно рассматривать расположение подъязычной кости. Если эта подъязычная кость выше, значит у вас будет очень четкий угол. Даже если вы будете набирать вес, то это может чуть-чуть здесь появиться, но она никак не скажется на внешнем виде вот этой шейно-подбородочного угла. А если эта кость расположена ниже, тогда любой там грамм или доля этих лишних калорий, она сразу же будет сглаживать этот угол, и при любом повруте шеи вы будете видеть вот такую как бы лишнюю ткань, которая уже не нравится, которая хотелось бы где-то что-то с ней сделать. Поэтому в этом плане нужно рассматривать вот этот контекст причины, почему это так возникает. Ну, во-первых, если у вас вот эта и ситуация, то здесь, конечно, самый такой легкий вариант и простой вариант, не прибегая ни к каким условиям, ни к чему не прибегая, это просто держать стабильный вес в том положении, которое вам нравится, ну, в частности, как вам в профессиональной деятельности, вот эта шея. Если не получается, тогда нужно прибегать уже к более серьезным вещам, в частности, самый такой простой вариант, это, кстати, еще не уколы, это просто можно массажем эти все вещи, профессиональным массажем, физиопроцедурами эти все вещи подтянуть, подсушить. Это, в частности, есть такой аппарат Альтера, кстати, вы можете в интернете там поискать, какие его возможности. Он четко так же дает подсушение без уколов, без инъекций. Это контролированное, под визуализацией ультразвука идет воздействие на три слоя, на подкожневую плечатку, на смаз и на кожу по заданию врача. Он прорабатывает все три слоя, если есть необходимость, и если есть необходимость, он может проработать, например, только мышечные смаз-лоскуты, а в области шеи отоплотизма. Проработать, она сократится и сразу дает этот угол выраженный. Если нету там лишней подкожневой плечатки, которую нужно тоже как бы подсушить, если нужно, она прорабатывает, настраивается, а другая насоска просушивается, подкожневая плечатка. Если этого еще мало, а нужно кожу сократить, и, как правило, это всегда нужно делать, включая еще и проработка кожи. И тогда вот этот угол сохраняется без каких-либо инъекций. Это не на всю жизнь этот эффект, но в среднем полтора-два года вы можете удерживать при стабильном весе. Если это не помогает, и вы увидите, или вы не хотите этим заниматься, или вы хотите что-то такое, более такое, уже сразу уколы какие-то, тогда идите сильно ли политики. Здесь, правда, тоже много вопросов есть, потому что это не панацея. Потому как есть возможность получить и проблемы от липолитиков, такого плана, как неровности. И при наборе веса, опять же таки, вы будете видеть эти сглаживания. Потому что липолитики, как правило, их действия, они уменьшают объем жировых клеток, но саму жировую клетку они не рассасывают в большинстве своих случаев. Хотя есть, они пишут, что да, мы рассасываем эти жировые клетки, они рассасывают не саму клетку, они в содержимое этой клетки рассасывают. А это все через печень уходит. Кстати, если есть проблемы с печенью, то это тоже вопрос, можно опять же таки, прононизировать, чтобы не нарушить, мы что-то оно лечим, а другое может как бы там усугублять какую-то проблему. Но по большому счету можно использовать этот вариант. Но, кстати, долей политиков я бы еще порекомендовать обратить внимание на ферментотерапию. Она более щадящая и более правильная вот в таком плане, для того, чтобы тоже можно было бы воздействовать на эту зону, зону как раз в области контура нижней челюсти. В вашей ситуации это такой очень скромный и легкий вариант. Но я знаю женщин, которые приходят с такими серьезными шеями, кстати, не только женщинами, мужчины тоже приходят, с такими серьезными объемами в области нижней челюсти, в области верхней трети шеи, когда там мы уже можем рекомендовать более серьезные манипуляции, никаких речей о липолитиках или каких-то других вариантов, более легких там вообще не идет. Тогда там идет уже нормальная липоаспирация, когда убираются эти жировые клетки лишние. Для контурации я еще ставлю нить специально. Кстати, если есть интерес, ваши зрители могут зайти на мой YouTube-канал, я описывал это все, я рассказывал более детально, как это все можно производить. Именно про подбородок, про шею, да. Как это все я в своих руках это делаю, можно зайти на сайт наш и там посмотреть результаты. То есть такие вещи, они серьезные. Это серьезная уже такая микрохирургия, потому что есть еще более серьезная хирургия. Когда вот такие выраженные и возрастные объемы в области шеи, делается разрез в области подбородка, и убирается жировая клетчатка, и делается пластика мышцы шеи. И тогда этот контур контурируется. Плюс вырезается мышца, она делается, шею накладывается, и тогда мы создаем вот этот угол. Вот такой я, в принципе, рассказал экскурс по тем вопросам и по тем возможностям, которые мы можем решить в области шеи. Ну, в каждом конкретном случае нужно смотреть, щупать и определять. Ну, в вашей ситуации, вы не скажите, у вас сейчас, я так понял, вес стабильный относительно для вас. Да, ну, то есть плюс-минус 2 килограмма вот у меня. И это очень отражается вот здесь. То есть, когда я 48 килограмм, у меня тут все хорошо. Ну, более-менее. А как вы чувствуете, когда вы бываете 48 килограмм? Я всегда хочу 50, 52 килограмма. То есть, это не нормально для вас, 48 килограмм уже. Не нормально, я куда я для себя. Мне хочется... Ну, я думаю, вы куда я не только для себя, для окружающих тоже. Для взгляда мужчины, в женщинах должны быть какие-то формы, и это более привлекательно. Поэтому я стремлюсь хотя бы к 50. И вот, так вот смотрите, если взять, вот так диагностировать, немножко голову ниже нужно, то я могу вам сказать, что у вас здесь эта поязычная кость, кстати, не самое плохое расположение в плане того, что она не низкая, но она не подтянута выше, который бы создавал вот этот угол острый. Поэтому в вашей ситуации можно рассмотреть по большому счету первым вариантом, это Альтера. Это лучше было бы для образа. Это замораживание? Нет, это не замораживание, это крылья полис замораживания. Альтера – это ультразвуковое воздействие. Это самый легкий вариант. Вам бы он очень хорошо создал этот угол. Без каких-либо инъекций и с минимумом вообще никакого риска, потому что никаких инъекций нет. Это ультразвук. Это аппарат, который дает возможность под контролем ультразвука. Мы смотрим, что куда. Ну, я этим не занимаюсь, но у нас есть врачи, которые этим занимаются, профессионалы, которые обучались этому, и они видят аппарат, в котором есть возможность визуализировать насадку, где она слеть и куда она будет прорабатывать. И в вашей ситуации проработать действительно в трех уровнях. Кожу чуть-чуть проработать, чтобы она сокращалась, под кожу руку, плечатку проработать, чтобы она уменьшилась в объеме, и мощь подтянуть эту всю зону, и у вас будет хороший угол. Но если уже вам это Альтера, то можно ли политики включить? Ну, с липолитиками очень такой стрёмный вопрос, я вам хочу сказать. Они как-то вот так распиарены, неправдоподобно, которые как бы решают всё. Но я знаю много вопросов, которые возникают после этих липолитиков. Ну, вот вы сказали про неравномерность, и я понимаю, что, наверное, нужно приводить это всё, где-то оставить, где-то это ещё хуже будет. Ну, во-первых, это, скажу, болезнечая процедура. Да, узнала об этом. Оставить это покраснение и отёчность на несколько дней, опять же такие. Да, ожидаемо. Вот, поэтому такие разные моменты. А после Альтеры? После Альтеры. Альтера, она тоже, скажу, не такая прогулочная процедура, чувствительная процедура. Но как раз шея, это не самая чувствительная зона, например, как зона под глазами, даже те же щёки. И некоторые женщины делают какую-то там аппликацию, анестетика, и потом уже саму Альтеру, вот эту вспышку, ультразвук. То есть, витая погоня, я понимаю. Он не нарушает ни кожи, ничего не нарушает. Но он реструктуризирует коллагеновые волокна. Он начинает более стягиваться, подтягиваться. То есть, коллаген не нарушается, получается? Он не нарушается, он переструктуризуется. То есть, это коллаген, по-моему, все борются, но оборот там... Так вот, коллаген же есть три вида коллагена. Есть молодой коллаген, старый коллаген. То есть, первый, второй, третий тип коллагена. А нам важно создать молодой коллаген, который будет тонизировать кожу, а не старый коллаген, который будет создавать уже морщины, дряблость и пронесание вот это. Понимаете? Вот такая наша задача. Да, хорошо, тогда мне всегда был сопутствующий вопрос. Вот у меня, допустим, такой есть диагноз, как анемия. То есть, у меня недостаточно железа в организме. Сейчас я пью специальные таблетки железа, для того, чтобы решить этот вопрос. Вот я в этом процессе. Это же тоже как-то связано с коллагеном, правильно? То есть, белок коллаген с другой. Да, в организме все связано. Поэтому я бы вам рекомендовал бы пока забыть о проблеме своей шеи. А решить свои более насущные проблемы. Я так понимаю, только на этих таблетках остановились. Я думаю, что в этом плане больше нужно обратить внимание на питание. И это более правильно. Это раз. И во-вторых, нужно, скорее всего, я не знаю, на камеру можно вам это говорить, нужно консультироваться с гинекологом, эндокринологом, для того, чтобы нарушить все ваши какие-то моменты по вашим циклам. Гинеколог, эндокринолог, гематолог. Три врача. Уже все вас опутали. Все со мной уже работают. Значит, будет эффект, короче, стоп. В этой ситуации вопрос ставить о каком-либо вмешательстве, независимо, это альтера, это липолитики, это ферменты. Я бы это ставил уже позже. Сейчас не ставьте этот вопрос вообще для себя. Единственное, что вы можете себе делать, это самомассаж. Делайте зарядку и следите за своим здоровьем. Это первое вам нужно, чтобы самому. Самомассаж, это вот я могу в Ютубе посмотреть упражнения специальные. Да, абсолютно нормально. Адекиат всякие. Вот они действительно, они действительно могут. Однозначно, могут помочь, если вы будете упорно, ежедневно, по несколько раз в день заниматься. Вы получите это. Потому что другое вам пока, я бы этот врач не рекомендовал. Ну, для пациентов, вернее, для ваших зрителей, у которых нету там вопросов по своему здоровью, то, конечно, все то, что я рассказывал, только после консультации с врачом что-то можно применять. Павел Андреевич, еще, так как я видеоблогер, вчера я своих зрителей оповестила о том, что сегодня буду с вами общаться, и предложила им задать вопросы, которые их возможно... Коварные вопросы, да? Скажем так, коварных вопросов мало. В основном многие спрашивают по поводу носа, ринопластики. С какого возраста можно делать ринопластику? Ну, во-первых, ринопластика, она по своей сложности очень разная. Но в большинстве случаев, если идет речь о ринопластике, а, как правило, она звучит таким риносептопластиком. Потому что если есть нарушенный внешний нос, то, как правило, есть нарушение и в перегородке носа. Чаще всего черта бывает. Хрупкое девичье лицо получает нос дедушки или отца. То есть мужской нормальный нос. Для мужчин это классный нос был бы, но для девушки никуда. Так вот в этой терманке, в которой есть хрупкие девичьи уменьшенные черты лица, попадает по генетическому такому перераспределению. Попадает большой нос. И эта форма носа, во-первых, она не клеится к лицу, как бы не совсем гармонично. И там же эта рамка не удерживает, не умещает эту перегородку, и она искривляться начинает. Еще хорошо, когда это искривление перегородки не потянуло внешний нос. Она может какое-то время отжить и не комплексовать. А если это искривление перегородки, как правило, тянет искривление внешнего носа, тогда, конечно, нужно оперировать. И оперировать это нужно только после того, как сформируются вот эти все костные структуры. То есть это 18 лет. И в моем случае я буду оперировать, если девушка не замужем, только после консультации с родителями. То есть это должно быть разрешение родителей. Даже если ей уже есть 18 лет? Если ей 18 лет, я без разрешения родителей не буду оперировать. Это мой такой принцип. Хотя, на каком... А до скольки лет хорошо? Где-то среди до 21 года. Если я там 19-го шла, жанну, уже родители меня не интересуют, меня будет интересоваться мужчиной. Я заходила на Ваш инстаграм именно рабочий и видела фотографии до и после именно ринопластики. Конечно, результаты очень впечатляют. Реально, когда у девочки нос конкретно с горбинкой, и это очень ярко и четко выражено. А еще и опущенные, когда они очень дивные. Да, и следующая фотография аккуратненький, такой классный, тоненький носик. Там вообще сказка. Конечно, для человека это очень меняет жизнь в корне, я думаю. Согласен. И действительно, Вы видите только внешние вот эти как бы изменения. А я еще раз хочу сказать, что пациенты еще получают хорошие дыхания, дышащие носы. Потому что, еще раз, казалось бы, вот такой большой нос, дыши и наслаждайся. Ничего подобного. Он не дышит. Он мешает дыханию. Другое дело, что девушки приходят, как раз вот у меня такой нос, так у нее не нравится все. Они уже из-за дыхания забывают сказать. Но я специально их проверяю. Я говорю, а что? Да, ну же, дышу дыхание, и я как, я и ротом могу подышать. Ничего подобного. Нужно обязательно дышать носом. Для Ваших как раз зрителей. Обязательно делаю такой оцент. Носик создан не для красоты, а для дыхания. Это очень важный момент. Поэтому следите за носовым дыханием. Если есть вопросы по носу, проверьте. Кстати, опять же, как проверить нос, заходите на мой YouTube канал. Там есть тесты. Да? Там целая серия тестов, как в домашних условиях проверить носовое дыхание, как проверить те же толщину, нужно удалять комочки Биша, или не нужно удалять комочки Биша. Это что там внутри? Это вот эти щечки полные. Такая модная процедура удаления комочков Биша. Ага. Не слышали? Это точно. Ну, я думаю, Ваши, может быть, уже кто-то знает. Могу рассказать. Просто есть по природе выраженные такие полные щеки, которые утяжеляют и опускают. Они быстрее нарушают контур по нижней челюсти, оголяют скулы как раз. Они играют большую роль в таком, как бы, процессе. Это вот здесь вот, да? Да. Вот здесь вот так, вот так до уха вести по центру. Вот здесь это комочки Биша. Не здесь и не здесь. Это центрыщики. Так вот они утяжеляют и начинают, как бы, создавать проблемы. У меня очень много там вопросов задается. Я на себя отвечаю. Плюс я показываю тест, как проверить, нужно ли удалять или не нужно удалять. Еще в домашних условиях. Потому что все хотят, как бы, эти подсушенные щеки, но не факт, что им это нужно делать. Там много вопросов есть. На моем YouTube-канале это все есть и все рассказано. Вы отвечаете на комментарии? Обязательно, да. Вот. Поэтому такие моменты, которые требуют конкретной, как бы, осмотра, консультации, это все можно получить еще до встречи с врачом и не знать, какие вопросы задать врачу во время будущей консультации. Поэтому такой вот вариант у нас по поводу... Мы обязательно зайдем вам на канал, посмотрим с Машей на пронос, потому что у моей дочки, ей уже 18, у нее есть такой, ну, не то что комплекс, она говорит, я когда-нибудь сделаю себе ринопластику, может быть, потому что у нее такой широковатенький носик, ну, как бы, мягенький. Нет, не храпит точно, я здесь люблю. Ясно. Поэтому, ну, вот, наверное, стоит пройти тест, может быть, действительно есть проблема внутри, да? Да, обязательно. Потому что человек должен дышать носом. Это обязательно. Функция такая должна быть, потому что если человек носом не дышит, у него страдают мозги. А если это дальше продолжает... Маша, вот в чем твоя проблема. Ну, я так грубо говорю, страдают мозги. Усталость, головные боли, невнимательность во время уроков, то есть тяжело воспринимать информацию, потому что человек, когда дышит больше спор ртом, воду, которая попадает в организм, он не подготовлен, он не согретен, он не увлажнен, он не очистит, не очищен, и все масса последующих вопросов возникает, последующих, потому носик должен дышать. Это такой важный момент. Ну, для нее в детстве удаляли аденоиды, была проблема, потом они якобы снова выросли, но как-то она уже подросла, и это все переросло, и брейки ты потом тоже вот это вот все. Короче, с носом мы повозились. Что еще могу сказать? Я очень часто это использую. Некоторые носы, которые я раньше оперировал, я уже сейчас больше пяти лет использую такой препарат, как Родец, для коррекции внешнего носа. То есть я могу легкие какие-то изменения в форме носа, особенно молоденьким девушкам, а особенно девушкам, которых нету еще 18 лет, подкорректировать внешний нос, явные какие-то дефекты, препаратом, и она будет счастлива. У меня есть такие пациентки, которые, ну, это опять же таки с разрешения родителей, которыми я подкорректировал носик, и они уже не комплексуют, они уже открываются. Могу убрать горбинку, уколами, не опираться ей. О-о-о! Могу поднять на носик. Можно чумнать, конечно. Это, я думаю, многие учатые... Ну, еще раз, это многие, но это нужно обязательно смотреть, анализировать и обректи. Не всем это... Не всем это показано, потому как я могу сделать, но это может быть какой-то как бы полумера, а после 18 лет уже и прооперируют. То есть не хочет там девушка в 15 лет ждать, когда у нее берется вот этот грузинский носик. Пожалуйста, уколчик для того, чтобы поднять носик, для того, чтобы снять эту, как бы, горбинку, это корректируется. Без операции это можно сделать... А уменьшить вот именно... Вот здесь уменьшить не вопрос. Это как раз не подходит. Ага, понятно. Маша... Поднять, поднять... Там здесь еще один такой момент, если мы уже за носикой говорим. Его можно как бы визуально сделать тоньше, если нос широкий и опущенный, то есть у нее как бы низкий нос. Тогда поднимая спинку носа, ну и сразу визуально делая его более изящными. А за счет чего поднимать? А за счет того, что мы высоту создали, более тонкую высоту, этим препаратом. Уколами, конечно. И тогда мы можем получить вот такой изящный носик. Я могу показать фотографию, вы можете? Могу. По носику, по... Давайте посмотрим. Если есть четко фотография, фасон, профиль. Сейчас... Давайте посмотрим. Вот он кончик немножко такой. Да, он просто шмотен. Шмотен, друзья. Прям-то. Груто. А в профиль дайте мне. Показался. Интереснее, качалу эти буквы. Как вам нужно проверить высоту носа? Это уже такой тест. Это уровень ресниц. Человек должен четко ставить в профиль. Вот ваша глубина, если я правильно, потому что я ее просто по вашему графику, то ваша глубина носа более выражена, потому что реснички у вас на уровне как раз переносицы. А у этой, вашей дочери, реснички глубже. То есть высота носика у нее хорошая. Вот, я вот так делаю, чувствую себя... Да, реснички чувствую. А она поставит так пальчик, она может и чувствовать ресничек. То есть у нее хорошее высота носа, ей уже нельзя поднимать нос. Поэтому, если у нее есть ширина... Хорошенькие распинки и широты. Тогда здесь я ей, скорее всего, откажу в такой объемной пластике, потому что она не решит задачу ее. А у нее хорошо поднято... Нет, операции мы можем решить, но еще и рано. А, перед операцией, я понимаю. Я понимаю, что сейчас я говорю, речь о том, как сделать уколами. То есть в вашей ситуации, в ситуации вашей дочери. И у нее хорошо поднято на сегодняшний день носик, потому что иногда даже у молодых девушек носик, когда, чтобы она не в улыбке, носик уже раз так падает вниз. У нее хорошая позиция носика, поэтому здесь уколами я ничем не... Особенно не улучшу ситуацию. В этом моменте. А в других... Единственное, что знаете, что ей подбородочек увеличить. Видите, у нее такой склаженный подбородок. Да, у нее порода-то наша. Хорошая порода, у нее красивая. А на будущее можно там, с точки зрения смотреть. Вот такие моменты, они... Кстати, еще раз говорю, все моменты можно посмотреть в другую... Ну, дома, перед зеркалом, посмотрев на моем YouTube-канале, я четко расписываю этот тест. И понять... Кстати, по дыханию в том числе. Я обязательно оставлю все ссылки на Instagram, на канал, в описании под видео. Поэтому кому это интересно, заходите, переходите. Подписывайтесь, и вы увидите много интересного. Подписывайтесь обязательно, потому что я как раз... Почему к вам очень хотела попасть? Потому что я посмотрела канал. И увидела, как Павел Андреевич разговаривает с вашим косметологом, да, к этой же клинике, и они обсуждают, рассуждают на тему, какие процедуры еще делают в некоторых косметологических салонах, клиниках. Которые уже не сняли. Которые уже во всем мире отменили. Как бы пришли к выводу, что они такие не очень хорошо со временем сказываются. Но их продолжают делать, потому что уже курсы закончили, уже таблички, я так понимаю, повесили, и как бы аппараты купили, или там уколы, не знаю. Ну, в общем. Мне тоже не от того перебива, что купленные там таблички или обучение произошло. Просто по инерции. И как раз здесь вопрос в том, что люди, может быть, делают то, что нужно было бы уже изучить новое, более прогрессивные техники, может быть, более безопасные техники. И для этого нужно как раз обучаться. и вешать новые таблички. Поэтому вот такой процент доверия вырос сразу. И захотелось к вам подойти. Что-то спросить. Нормально. Можно задавать мне, как на инстаграм, вопросы на ютубе, комментировать. Я обязательно стараюсь максимально быстро ответить. И как удается. Когда вы решите вопрос со своим здоровьем, у вас может и кожа сама, и все этот процесс сам подтянуться. А если вы еще поможете своей манипуляцией, своими руками, тогда это будет лучше. Почему? Потому что я, не имея в виду ваше состояние здоровья, анемия это такое. Не совсем. Для женщины это в принципе не категория болезни. Это бывают такие состояния просто. Это нормально. Просто нужно все-таки держать в норме. Показать. А есть состояние, когда женщина болеет хроническими болезнями, и она бегает по врачам, ищет, как еще что-то там улучшить внешне. Я понимаю, что и для любого человека с хронической болезнью она должна выглядеть классно. Но при этом нужно ей подобрать такую манипуляцию, чтобы ее состояние ни в коем случае не обострило ее хроническую болячку, эту болезнь, ну и не создало каких-либо проблем. Для этого я как хирург имею целый арсенал, например. Я в какой-то степени уже вам рассказал, как я, например, могу рассматривать ту же проблему шеи, но это такой частный пример. Вообще по другим заболеваниям или по другим возрастным изменениям. Например, женщина хочет хорошо выглядеть, омолодить свое лицо, и ей там в определенной весовой, уже в возрастной категории показана подтяжка лица, а у нее есть хроническая болезнь, например, есть у нее сахарный диабет, или у нее есть какие-то хронические сосудистые проблемы. Я ей не буду рекомендовать серьезную подтяжку лица, но я понимаю, что их тоже хочется выглядеть классно. Для этого есть более легкий вариант, когда можно без наркоза, например, тяжелегатурные подтяжки, улучшить внешний вид, под местной анестезией это можно сделать, можно использовать те же объемные методы, тоже собственный жир, и опять же такая она будет классно выглядеть с минимумом рисков и с минимумом травмы, без обострения ее основного заболевания. Поэтому здесь очень такой тонкий момент, и в принципе можно решать эти задачи. кстати, еще я хочу подарить мою книжку. Эта книжка это было подведение 15-летнего итога моей работы «Мистерии классической хирургии». Это моя книга, в которой я описываю свой итог работы, и там много ответов есть тоже, как, что можно и нужно решать. То есть, это такой базисный объем информации для пациента, чтобы она понимала, с чем нужно идти, или что может хирург получить. Каждая женщина должна прочитать эту книжку перед тем, как... Где-то что-то идти решать, да. Здесь мой опыт, это все операции, которые я здесь описываю, это выполнены моими руками, и здесь как бы вот выложим. Спасибо. Я обязательно прочитаю и своей маме дам. Тоже полезно будет. Пару, девич, вы так хорошо вылетите. Можно спросить, сколько вам лет? Мужчине можно? Можно такой вопрос задавать, мне уже за 50 лет. За 50 плюс? Ну... Серьезно. Но если кто будет внимательный и захочет точно посмотреть мой возраст, узнать, на моем ютубе один из блогеров меня таки выкрутил, сказал свой возраст, ничего страшного. Ну, я думаю, вы пользуетесь услугами в своей клинике и делаете процедуры, которые... У меня был блогер... ...только женщины, но мужчины. Скажу по секрету, у меня был блогер, который проверял в волосах, если у меня есть разрезы, можете тоже посмотреть, разрезов нет. Но я вам скажу, как проверяет, есть ли подтяжка у женщин. А классно выглядит и непонятно, есть ли операция, была ли не операция, то есть специалистам ничего не поймет. А специалисты знают, куда смотреть, чтобы понять, есть ли там что-то, было ли там. да, все время. Поэтому, и, кстати, не всегда вы увидите, если вы захотите, я могу вам показать сейчас уже попозже, своих пациентов, и там эрубцов не увидите после подтяжки лица. Это нормальная такая профессиональная работа, спрятать так, чтобы ничего не было видно. Супер. Вот я вам попозже сейчас. Хорошо. Павел Андреевич, безумно, было приятно с вами пообщаться. Спасибо вам большое. заходите в гости. Я думаю, к вам я приду. Да, задача. И в профиль. Видите, мы здесь волосы открыли, и, в принципе, никаких следов вы не заметите, потому что я не делаю разрезы, которые я делаю вот так прямо перед ухом. Я их прячу в ухо. Потом я их прячу за ухо. У меня нету следов на шее. Вот такой вот вариант. Ну, видите, какие изменения на шее, как это все по-серьезному было проведено. Вот ситуация. Сколько лет этим женщинам? Эта женщина там была где-то 58, это уже за 65 лет. То есть, вот такие вот варианты, которые дают возможность классно выглядеть, для того, чтобы... Это буквально, я не знаю, буквально месяц после операции. Видите, тоже все спрятано. Такая же самая ситуация. Подписывайся на канал В.Виктория. Подписывайся на канал В.Виктория. Вот так надо сказать. Давай. Нет, не только вот. Да, надо. Давай. Приготовьтесь. И... Подписывайся на канал В.Виктория. 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 В.Виктория.